Привет, друзья! В этом ролике я вам хочу показать порядок настройки AdSense. Что и зачем идет. Вы меня часто спрашиваете, а что первое заполнять, или налоговую, или личность, или еще что-то. Вот в этом ролике я как раз это все и покажу. У меня много есть роликов, как делать тот или иной этап, и личность подтвердить, и налоговую сделать, и пин-код получить. Естественно, я вам все это показывать не буду, потому что у меня эти все ролики есть. А покажу именно порядок заполнения AdSense. Итак, вперед. Смотрите, первый шаг вам нужно связать AdSense. То есть, когда вы подключаете монетизацию, вам нужно привязать AdSense. Это идет второй шаг. Вы подали заявку и ждете выполнения. Пока он не выполнится, эти все шаги остальные, вы не сможете ничего сделать, и не нужно ничего делать. Вот как только выполнился, как будет зелененьким гореть шаг 2, выполнился, тогда можно заполнять налоговую информацию. Значит, часто налоговую информацию заполняют до того, как второй шаг на проверке. Оно как бы правильно, но смотрите. Например, вы подали заявку AdSense на проверке, и вы заполняете в это время налоговую. Ну, это хорошо, если второй шаг выполнился успешно, то есть нормально. А если вы выполнился неуспешно, получается, вы сделали лишнюю работу. Это, во-первых. Во-вторых, вам придется создавать новый AdSense, уже правильный, и у вас будут дублироваться данные, понимаете. У вас там уже заполнено налоговое, подтверждено, понимаете. Потому что когда в AdSense просто вы написали имя, фамилию, там она еще ничего не подтверждена, то это считается, как бы, ну, не считается, что это персоналий чей-то AdSense. А вот когда вы подтвердили что-то, да, в данном случае налоговую информацию, то это будет считаться, как у вас есть уже AdSense. И потом будет проблема с созданием последующих AdSense. То есть лучше всегда налоговую заполнять, когда будет второй шаг выполнения. То есть когда AdSense подключился. Налоговую не обязательно сразу заполнять. Вы можете позже заполнить налоговую. То есть уведомление по налоговую вам придет только тогда, когда у вас наберется 100 долларов. Ну, зачем сколько ждать? Второй шаг выполнился, и вы заполнили налоговую, чтобы вы потом не забыли. Дальше сделали вы налоговую. Следующий шаг идет, это подтверждение личности. Личность подтвердить вы можете только в том случае, когда в YouTube наберется 10 долларов. То есть вы зашли свою аналитику в доход, и если тут больше будет 10 долларов, только тогда у вас появится опция для подтверждения личности. И после того, как вы подтвердили личность, успешно подтвердили, вам автоматически на второй день высылается письмо с пин-кодом. Это бумажное письмо. Оно высылается только после того, как вы подтвердили личность. До личности он не может выслаться. И вы ждете бумажное письмо, и потом подтверждаете. Письмо действует практически во всех странах, кроме Украины на данный момент, потому что Атсенс освободил украинские Атсенсы от пин-кодов. Ну, это временно, конечно. Возможно, скоро и возобновят. Во всех остальных странах нужно ждать это бумажное письмо. И последний этап – это подключение карты. То есть, он не обязательно будет последний этап. Смотрите, подключить карту можно только тогда, когда появится опция. А опция появится, когда уже в Атсенсе будет больше 10 долларов. Не в Ютубе, как мы тогда смотрели для личности, а именно в Атсенсе. Я рассказывал, что в Атсенс деньги приходят на следующий месяц. Если вы за апрель заработали 100 долларов, то эти деньги перейдут в Атсенс с 7 по 12 мая. То есть, на следующий месяц. Именно начисление в Атсенс. А на руки вы получите, если больше 100 долларов, с 21 по 26 мая. И вот, как только здесь на следующий месяц появилось больше 10 долларов, у вас появится такая опция «Подключить карту». И вы можете подключить карту. То есть, эту карту можно подключать и до пин-кода. Пин-код может месяц, два, три идти. Понимаете? А опция для карты появится у вас, условно, через 2 недели. То есть, ее можно подключать. Как только опция появилась, можете смело подключать свою карту. И когда все пункты вы выполните, только тогда вы сможете получить деньги на руки. То есть, на ваш счет. До этого времени у вас будет идти монетизация, будет начисляться деньги. Но вы их просто вывести не сможете, пока все эти пункты не будут сделаны. Ну, так я кратко вам объяснил. Теперь вы будете знать, что за чем идет, чтобы вы не путались. И знали, когда какой этап заполнять. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.